27 апреля в зале администрации под руководством главы района состоялось совместное заседание района антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. В ходе заседания подробно обсуждался вопрос об организации работы по противодействию терроризма в период проведения майских праздников, в том числе мероприятия в честь праздника «Весны и труда», 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Пасхи и Уроза-Байрам. С информацией по данному вопросу выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Руслан Хуажев. Во исполнении распоряжения МВД по республике Абегет 16 апреля номер 31 в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности дорожного движения в период подготовки к проведению религиозных мероприятий, мы их коротко называем майскими праздниками, в межмуниципальном отделе МВД России проводится ряд мероприятий, издано распоряжение, заведено контрольно-наблюдательное дело, где концентрируются основные документы о переписке с органами исполнительной власти, с акцентированным вниманием на необходимость предоставления всей необходимой информации в кратчайшие сроки касаемо майских праздников. В охране общественного порядка будут задействованы сотрудники межмуниципального отдела МВД России в том числе уже достигнута договора с представителями казачества о том, что они там нам тоже будут оказывать содействие. И рассчитываем также на членов добровольных народных дружин по максимуму. Почему? Потому что, как всем известно, межмуниципальный отдел обслуживает два муниципальных образования, естественно, наши возможности не безграничны, поэтому рассчитываем на вас, Скорбевич, в части оказали нам содействие в обеспечении охраны общественного порядка по предстоящим праздникам. На территории оперативного обслуживания располагаются пять православных храмов, восемнадцать кладбищ и девятнадцать мемориальных комплексов. Это памятники. В ночь с 1 на 2 мая текущего года в трех храмах, это в Вольном, Матырбово и в Майском, в период с 23 до 3 петра следующего дня будут проводиться религиозные обряды. Естественно, мы будем обеспечивать охрану общественного порядка с представителями казачества, с которыми уже достигнута договоренность. За два часа до начала мероприятия, естественно, наш кинолог, это уже традиционно, без них мы уже не обходимся, будут обследоваться храмы, будут обследоваться храмы на предметы обнаружения взрывных устройств и взрывных веществ. 2 мая уже текущего года, то есть с переходом с 1 на 2, на 18 кладбищах, это расположено в 13 населенных пунктах, будет обеспечиваться правопорядок уже силами отделов и членами добровольных народных дружин совместно с представителями казачества. В свою очередь, заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов, довел до сведения присутствующих о рекомендациях Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников. Хочу напомнить всем, что на территории Кашхабской области у нас находится 18 памятников, посещенных воинам Павшего Удивого. Из них вечно огонь у нас вынценируют на шести мемориалов, в том числе два мемориала у нас в основном бесперебойные, это Кашхабская и Дмитриевская поселения, и четыре клювы проведения памятных торжественных мероприятий, Юрхайской, 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 Юрхайской и Майской. На всех этих памятниках мы ежегодно, традиционно проводим 9 мая запланированное возложение цитров на всех областях. С учетом решения Республиканского комитета Побега и письма, которые мы только что получили от Роспотребнадзора, вначале мероприятия мы проводим с минимальным привлечением людей, с соблюдением социального дистанцирования не менее 1 метра, с использованием масок. Прохождение бессмертного полка на территории района, в частности Республики, не проводится. Также мероприятия, которые мы ежегодно проводили, это полевая кухня, тоже не будет проводиться, и по праздничным концертам тоже рекомендовано не проводить на всей территории Республики Абии. По всем мероприятиям, которые мы планировали по линии управления культурой, по линии образования, мы проводим в режиме онлайн. Таким образом, на территории Республики Адыгея сохраняется актуальность соблюдения режимов социального дистанцирования, масочного режима, мер лечной гигиены, проведения дезинфекционных мероприятий. Далее о работе администрации по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации последствий их проявлений доложили главы Игнатьевского и Герухайского сельских поселений.